Привет! И сегодня я расскажу о том, как мы посетили Симиланы. Одна из наших целей поездки вообще на Пукет, перед тем как остаться и зимовать в Хуахине, было то, что все нам знакомые друзья говорили, ребята, езжайте на Пукет, там шикарнейшие пляжи, шикарнейшее море, очень красиво рядом острова. Ну и приехав туда, мы соответственно решили как минимум один день посетить изучению каких-либо островов поблизости. Оказалось так, что все рекомендуют посетить острова Пипи или острова Джеймса Бонда, ну прям такие заядлые, заядлые наши знакомые путешественники, все говорили, ребята, если у вас только один день, езжайте сто процентов на Симиланы, там будет самое-самое крутое красивое море, самые красивейшие пляжи и бесконечно красивая вода. Ну мы вняли их советом и в интернете я нашел несколько компаний, которые предлагают услуги по бронированию путевок непосредственно на эти Симиланы. Выбрав там буквально из нескольких компаний, первые попавшиеся, я написал им WhatsApp, компания называется Тургит Пукет, мы с ними договорились, что через пару дней мы выезжаем с ними утром на острова. Но случилось так, что на следующий день мы прямо катастрофически обгорели все, и написав, ребята мне сказали, да без проблем, хотите через день езжайте, мы перенесем вашу поездку. Итак, собственно говоря, в 5.45 утра следующего дня нас под окном уже ждал микроавтобус, в котором мы доехали до следующих пассажиров и прождали их целых 40 минут. Это была толпа китайцев, которые ну просто катастрофически не подготовлены, были не собраны и вот реально прождали их почти 40 минут. Но ничего, приехав на Пирс, мы оказались практически первыми, там вторые или даже может быть действительно первые. Там на Пирсе можно попить чай, кофе, что-то перекусить, и мы стали ждать остальных. Ровно за час доехали до Пирса, сейчас 8 утра. Здесь оплатили все, нам выдали на руку вот такие вот штуки. С нами в автобусе ехали товарищи из Китая, им дали красный, нам дали розовый, сказали, что мы русские. Судя по всему, таким образом разделяют по национальностям. Итак, после того, как мы загрузили скоростной катер и полтора часа отмотав до первого острова, мы прибыли на остров номер 9. Забавный факт, Симилана в переводе на русский язык означает 9, то есть 9 островов в архипелаге. У нас полностью русскоговорящий был состав коллег по лодке, русскоговорящий гид, и возле острова номер 9 нам вручили маски и отправили снорклить. Я, честно говоря, что-то не подумал, затупил и перед этим купил на всякий случай еще очки плавательные прямо там на Пирсе, но в итоге они мне не пригодились там. Но ничего. Считается, что Симиланские острова одни из самых красивых и самых крутых с точки зрения дайвинга. С точки зрения снорклинга я, наверное, так сказать не могу. Может быть, нам просто не повезло, что особо там каких-то необычных супер-пупер рыб мы там не увидели. И я, опять же, сравниваю с тем, что я видел на коралловых рифах в Красном море в Египте. Да, то есть там, когда ты прямо из гостинца ходишь, ныряешь, и под тобой вот этот весь цветной огромный такой мир открывается. Здесь такого не было. Все симпатично, красиво, замечательно, но не так круто, как в Египте, сразу говорю. Музыка. 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 Что за рыба поплыла, не знаешь? Рыбакит, по-моему, плывет. Куда-то? Да, это рыбакит. Оранжевый в трусах. Музыка. 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 Привет, Влада. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Музыка. 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 Как дела? Antrag страна. Новый год, по которым миру появилсяuten «ахбакит». Музыка. Музыка. Jeez. Продолжение следует... 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 Нам этого времени хватило вот так вполне, чтобы насладиться природой и красотой. Разница между однодневным туром и двухдневным заключается в том, что в двухдневном вас там либо на четвертом, по-моему, либо на восьмом острове оставляют с ночевкой в палатках или в гостевых домиках. И вы можете встречать закат и рассвет на полупустых пляжах. Мы не особо фанаты такой истории. Мы не особо фанаты вообще пляжного отдыха. В принципе, час-полтора часа на пляже у нас вот так вот хватает. Поэтому однодневная поездка была самый-самый для нас оптимальный формат. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок А глаза что, закрытые? Тайский вариант женщины с элементами мужчины. Наша ракета. Утром спускались буквально два пролета. Сейчас приходится вот на такую высоту подниматься. Уровень воды. Смотрите, как опустился. По возвращению на пирс прямо на выходе нас ждал наш водитель. Мы не стали уже заходить там, чего-то перекусывать, что было включено в поездку. Потому что реально мы сами тоже хотели бы уже поскорее ехать домой. Все-таки на лодке приходится где-то полтора часа плыть. Один конец, полтора часа назад. Хотя можно подремать. Очень прикольно. На волнах укачивает. Ну, не суть. Значит, придя в наш автомобиль, мы увидели китайцев, которые нас сидели и ждали. И тут я подумал, ну все, ребята, один-один. В этот раз вы нас ждали. Теперь можно ехать домой. Я понял, почему так торопился наш водитель. Он реально умничка, ас. Проскочил между всех пробок, привез нас в гостинице. Даже вот несмотря на то, что мы уже практически в час пик ехали. В один из следующих дней я возвращался в час пик на мотоцикле. С той же части острова. И реально даже на мотоцикле было очень-очень сложно через эти пробки пробиваться. Так что я, в принципе, понимаю водителя. В общем, Симилан это нечто. Это реально очень круто. Очень необычно. И я рекомендую всем, кто будет на Пукете, обязательно там побывать. Контакты туристического агентства, через которого мы ездили. Ребята, которые там пошли нам на уступки и сдвинули дату нашего выезда. Можете посмотреть в комментариях. Реально молодчики. А в следующем отсчете мы с вами начнем смотреть мои видео из путешествия по северной части Таиланда. Мы окажемся с вами в Чиангмайе. Все. Всем хорошего настроения. На связи. Пока-пока.